Плавцы спортивной школы ИКАР приняли участие в Кубке сильнейших. Лидия Булыгина заняла первое место на дистанции 50 метров брасом, а Павел Бородин выполнил первый взрослый разряд. Воспитанник спортивной школы ИКАР Павел Бородин на Кубке сильнейших показал хороший результат на дистанции 200 метров на спине и занял третье место в своей возрастной группе. Также пловец единственный из всех участников выполнил первый взрослый разряд. Много упорной работы и внимания к мельчайшим деталям. В зале тренировались растяжку, мышцы и много плавали в бассейне. Первый день, когда я как раз и выполнил первый взрослый, я очень волновался насчет этого провода, а во второй как-то все давалось полегче. Еще одна чемпионка по плаванию Лидия Булыгина попала в число лидеров на двух дистанциях. Золото Лидия получила на 50 метрах брасом, а бронзовым призером стала на дистанции 100 метров брасом. И даже такие хорошие результаты не удовлетворили юную плавчиху. Лидия стремится всегда покорять спортивный олимп и вырываться на первой ступени пьедестала. Готовились очень трудно было, потому что там еще всякие упражнения очень трудные, по два часа в день. Соперники, как по-моему, они чуть сильнее подготовились, чуть раньше начали плавать и в принципе выступили хорошо. Очень весело было с ним соревноваться. Совсем недавно сборная команды Сарова вернулась с Кубка Нижегородской области по плаванию Кубок Сильнейших. Команду составили сильнейшие пловцы города, призеры и чемпионы первенства области. Многие ребята показали на соревнованиях свои лучшие результаты. По словам тренера Виктории Шалыгиной, все это получилось благодаря упорным летним тренировкам и учебным сборам. В октябре Лидия Булыгина и Павел Бородин поедут на следующий этап Кубка Сильнейших в Нижний Новгород. Там пловцам предстоит пройти отбор в сборной области на всероссийские соревнования. В 20-й школе первоклассников торжественно посвятили в туристы. На торжественной линейке отдали дань памяти основателю школьного туристического клуба «Вертикаль». Тетя Дуся Тетя Дуся Тетя Дуся Так ласково называли ученики и коллеги Евдокию Евтифьевну Мокинову, основателя туристического клуба «Вертикаль» при 20-й школе. Тетя Дуся уже ушла из жизни, но память о ней до сих пор хранит то поколение ребят, которых она водила в походы, учила разводить костры, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях на природе. В память о ветеране туристического движения в школе номер 20 прошло посвящение в туристы первоклашек. Это приглашение именно в наш туристический клуб «Вертикаль», потому что первые классы, это только идет, закладываются именно вот те навыки и знания, касающиеся туризма. Если дети заинтересованы, они заинтересуются, они естественно, потом уже, будучи чуть постарше, они считаются, они вступают официально в наш туристический клуб «Вертикаль» и потом являются бессменными помощниками, как у нас сейчас наши ребята, которые сегодня будут стоять на станциях. На открытии мероприятия ребятам рассказали о туристическом движении школы, а после танцевальной разминки первоклассники разделились на несколько команд. Участникам предстояло пройти пять станций, где в игровой форме они оттачивали навыки настоящего туриста. Учащиеся проходили по подвесным канатам, плантировали на узкой переправе, учились правильно использовать тарзанку и вместе с командой передвигаться по сложным участкам. В испытаниях пробовали свои силы и родители первоклашек. Мы сегодня лазили на бабочке, катались на тарзанке. Мне это понравилось очень сильно. Еще понравилось, как мне на тарзанке. Мне понравилось там ездить по лестницам, где мы на веревке ездили. Еще мне понравилось, как мы ходили по канату бабочка. Было сложно вот так вот приставным шагом переходить из одного сектора в другой. У тебя получилось? Да. Члены туристического клуба «Вертикаль», учащиеся восьмого класса школы номер 20, тоже вышли из-под крыла Евдокии Евтифьевны. И теперь продолжают ее дело. В этот раз ребята помогали в организации проведения мероприятий для первоклассников. Стояли на станциях, инструктировали участников, страховали и помогали. Все это производилось от тети Дуси. Она нас учила узлам, она учила нас вообще туризму. После того, как ее не стало, у нас новый преподаватель Евгений Михайлович Порошин. Практически каждый день мы занимались. Потом, после того, как умерла тетя Дуся, у нас как бы прекратилось все это. Мы искали нового туристического руководителя, который может нам преподавать. И то есть сейчас мы практически уже три года вместе с Евгением Михайловичем. Если волонтеры отвечали за инструктаж, то вот эмоционально поддерживала ребят и помогала им в прохождении испытаний Екатерина Дмитриевна Мелентьева, советник директора по воспитательной работе. Это мероприятие мы приурочили к всероссийской акции от РДШ, посвященной Всемирному дню туризма. Несмотря на плохую погоду, ребята сегодня повеселились, прошли пять станций, получили хорошие эмоции. И нам очень радостно, что приняли участие в данном празднике также и родители. После прохождения полосы препятствий первоклассники получили настоящий набор туриста – сухпайок. 30, 50, а про и 80 километров на велосипеде для участников движения, велопрогулки выходного дня – обычное дело. Организаторы находят тихие маршруты, без машин и шума города. Мы заметили, что многие сыровчане убирают велосипед как средство передвижения по городу. С ним можно и в школу, и на работу, и в лес отдохнуть. Кстати, благодаря движению велопрогулки выходного дня у людей есть возможность попробовать свои силы в заездах разной сложности, а также насладиться природой Нижегородского края. Об этом в спортивном движении мы узнали через социальную сеть ВКонтакте. Группа называется «Веловыход Саров». Там организаторы размещают информационные посты, где пишут дату встречи, маршрут, выкладывают фото. Вообще сама политика у нас группа такая, что мы ищем места, где не ездят машины. То есть стараемся выбирать лесные дороги, либо в полях какие-нибудь укатываемся. Ну, примерно так. А как определить для себя подходящий маршрут? Оказывается, у велосипедистов существует специальное обозначение, которое помогает выбрать нужную дистанцию. У нас очень многие, кто приходят, свежие, новички, так скажем, они задаются вопросом. То есть, допустим, написано время, место, это все понятно, да? И пишется, допустим, катание зеленое, или желтое, или красное. Есть катание, грубо говоря, на короткие расстояния, когда любой пришедший может проехаться. А бывают такие расстояния, мы можем выкатить и на 50 километров, и бывает до 80 у нас доходят маршруты. Заниматься спортом вместе всегда увлекательнее. Ведь есть поддержка коллектива, получаешь профессиональные советы. Велодвижение Сарова может изменить жизнь горожан в лучшую сторону. Да просто хочется кататься, хочется активный образ жизни поддерживать. Ну и плюс круг общения достаточно прилично расширился за вот это время. Следите за группой велопрогулки выходного дня в социальной сети ВКонтакте и принимайте участие в заездах на разную дистанцию. Команда пейтбольного клуба «Реактор» приняла участие в пятом завершающем этапе серии RXL 2022 по спортивному пейтболу. По результатам этапа они заняли третье место. Кубок RXL – это ежегодный турнир, который проходит в Москве. В нем участвуют пейтбольные команды со всей России. Всего четыре этапа – отборочные игры, четвертьфинала, полуфинал и финал. Саровский пейтбольный клуб «Реактор» занял третье место в финале, а по итогу ребята стали серебряными чемпионами серии. В отборочных играх, наоборот, возникли небольшие трудности, привыкали к соперникам. В четвертьфинале прошли легко команду, а за выход в борьбу за первое и третье место, к сожалению, проиграли. Нам не хватило буквально три секунды, чтобы нажать на кнопку. Все соперники уже были выпиты, нам только надо было захватить базу. К сожалению, игра ушла в овертайм, в котором немножко не повезло. И пришлось бороться только за третье и четвертое место. В пейтбольном клубе «Реактор» занимаются как дети, так и взрослые. Тренировки проходят по вторникам и четвергам вечером. Занятия этим видом спорта учат ребят работать в команде. Развивают быстроту реакции, ловкость и сообразительность. Поэтому в Сарове очень много любителей пейтбола. Эта игра, она как бы увлекает и привлекает к себе людей. И все говорят, что больно там, и все некоторые уходят из-за боли такой. Но, как всегда говорили все люди, мальчики не плачут. Кто захочет пойти в пейтбол, тот никогда не пожалеет и будет всегда рад ходить на такие классные тренировки с такими хорошими друзьями и тренером таким хорошим. Подробная информация о деятельности пейтбольного клуба «Реактор» публикуется в группе в социальной сети ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова